Электричество можно удешевить за счет паводковых вод. Дело в том, что ежегодно в Казахстане около 300 миллионов киловатт в час вырабатывается за счет весеннего половодия. По нынешнему закону, эта электроэнергия идет на централизованные торги, где выкупаются трейдерами намного ниже действующего тарифа. Это по 2-3 тенге. А потом продают электроэнергию в несколько раз дороже. Тем временем, действующая на сегодня такса за тариф 15 тенге за киловатт в час. Об этом сегодня на пленарном заседании доложил депутат Шавкат Уттимисов. Он представил законопроект, который позволит пересмотреть цену на электроэнергию и значительно удешевить ее. По новым нормам вся паводковая электроэнергия будет идти на прямую продажу расчетно-финансовому центру при АО «КИГОК». Дальше эту недорогую электрическую энергию этот центр будет направлять на удешевление тарифа на поддержку энергии от возобновляемых источников энергии. По предварительным расчетам, то получается, что если данная норма заработает, это даст возможность снизить тариф на поддержку энергии от возобновляемых источников энергии в среднем до 4 тенге. Это, в свою очередь, конечно, скажется и на затратах потребителей, которые, возможно, будут снижены. Пенсионный возраст для всех снизить до 60 лет, предложили депутаты-коммунисты. С таким запросом к премьер-министру обратился Айхан Конуров. Он читает, что люди этого возраста наиболее подвержены заболеваниям и серьезным осложнениям. А в период пандемии важно уберечь пожилых от опасного вируса. По данным ВОЗ, большинство случаев смерти от COVID-19 переходится на людей именно старше 60 лет. А в Казахстане с начала года умерло более 100 тысяч человек. 71% — это, опять же, люди старше 60 лет. Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов, особенно важно уберечь наших старших пожилых граждан, чьи возраст и сопутствующему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы. В этой связи фракции народные коммунисты призывают пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. Депутаты Мажелиса возмущены темпами газификации Туркестанской области. По мнению народных избранников партии Акжол, в населенных пунктах люди вынуждены отапливать свое жилье дровами и углем. Речь идет о селах Бертелек, Янбекше и Орас-Ата Келесского района Туркестанской области. Там еще 4 года назад жители за свой счет провели газопровод к своим домам, но так и не дождались газа в трубах. Хотя руководство области уже давно отчиталось о высоких темпах газификации, Берег Дюсюмбинов напомнил, в Казахстане ежегодно добывают 20 миллиардов кубометров газа в год, и этого хватит, чтобы обеспечить газом всю страну. «Если до сих пор нет газа, почему жители еще 4 года назад брали деньги? Своё оправдание уполномоченные органы приводят различные причины технического характера. Но конкретный и вразумительный ответ не получен и по сей день. Мы рекомендуем ответственным за это чиновникам переехать в эти неотапливаемые дома, обучать своих детей в холодных школах, отапливая их кизяком. Возможно, проблема решится быстрее». Продолжение следует...